День на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном. Сейчас с вами Александр Новицкий. И Алла Есина, здравствуйте. Самое главное для экономики страны это, безусловно, золотой запас валов в внутренний продукт и внешний также. Ну и безусловно, железнодорожное и главное автомобильное сообщение. Автомобили, кстати, являются самым дорогим, самым эффективным транспортом. О дорогах Одесской области будем говорить прямо сейчас. У нас в гостях Олег Варивада, начальник службы автомобильных дорог в Одесской области. Олег, здравствуйте. Добрый день. Прежде чем начнем разговор, небольшой информационный материал от наших корреспондентов прошу вывести на экраны. Более 300 километров дорог государственного и общего значения планируется отремонтировать в Одесской области в течение пяти лет. Такое заявление Верховной Раде сделал глава службы автомобильных дорог нашего региона Олег Варивада. Недостаточно дорогу отремонтировать, ее еще нужно сохранить и правильно эксплуатировать. Могу сказать, что на протяжении многих лет Одесская область получает на эксплуатацию дорог меньше чем 25% от необходимого. Это приводит к разрушению дорог очень быстро. Наше предложение – закрепить на законодательном уровне прозрачный механизм, а также ввести планирование ремонта дорог не менее чем на 3-5 лет. На запланированный ремонт 300 километров дорожного покрытия Одесской области понадобится не менее 37 миллиардов гривен. Отметим, что облафтодор за последние три года начал реконструкцию трассы Одесса-Рыни, отремонтировал дороги на Вилково, Келью и дорогу Кодыма-Балта, а также провел капитальный ремонт участка трассы Киева-Одесса в районе подъема у села Знаменка. Напомним, что во время заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что в 2019 году из государственного бюджета на дорожное строительство будет выделено 56 миллиардов гривен. Всего в ремонте нуждается 97% дорог Украины. Олег, у вас были комментарии к той информации, которая прозвучала в сюжете. Пожалуйста, что не так? Немножко ошибся ваш корреспондент в километаже, который мы планируем на ближайшие пять лет. Мы на самом деле запланировали 1400 километров, на которые нужно вот эти 37 миллиардов. Все-таки 300 километров – это не такая большая сумма. Я напомню, что в прошлом году мы отремонтировали 254 километра дороги за один год. Это хороший показатель, кстати, или можно было лучше? Это показатель лучше, чем было раньше, но недостаточно, чем необходимо. Поэтому показали примерно в этой шкале. А что можно сказать о темпах восстановления и строительства дорог? Потому что некоторые участки, насколько я понимаю, пришлось создаваться практически заново. То, о чем говорилось в вашем сюжете, касательно того, что эксплуатационных средств не хватает для поддержания даже существующих и новых строящихся дорог, говорит только лишь об одном – что темпы разрушения существующей сети будут намного выше, чем темпы строительства. Поэтому нужно и строить, и надлежащим образом эксплуатировать. Вопрос в том, что, когда мы говорим о том, что 97% одесских дорог из 8300 километров нуждаются в ремонте, то строить по 200-300 километров в год, вы понимаете, или ремонтировать? Понимаете, что это десятилетие для восстановления этих сетей, при том, что старые дороги будут разрушаться. Потому что очень многие будут ехать по качественной дороге в объезд тех плохих, которые есть. Безусловно. И если они не будут правильно эксплуатироваться, то они будут выходить из строя. Поэтому этот вопрос должен решаться комплексно и качественно. Быстро строим, нормально эксплуатируем. Защищаем. Защищаем обязательно то, что касается перегрузов и всего остального. Тогда мы будем иметь качественные дороги. Что входит в понятие правильной эксплуатации дорог? Извините, я закончу. Кроме всего прочего, все-таки нужно вернуться к вопросу о рассмотрении строительства в Одесской области, особенно в Одесской области, цементно-бетонных дорог. Нужно к этому переходить. Хватит уже упираться в этот асфальтобетон, как в какую-то манну небесную, которую нельзя подвинуть. А он еще и асфальтобетон? Потому что я подозревал, что это в целом асфальт. Ну, это сложная смесь. Там не только асфальт. Там еще и полимеры, там достаточно большое... Насколько дороже будет перейти на чистый бетон? Какая дороже дорога? Вы знаете, мы разрабатывали державный инвестиционный проект. Китайская компания подписала в прошлом году с Украфтодромом меморандум о возможном строительстве дороги от Одессы через Николаев к Херсон. И мы разрабатывали государственный инвестиционный проект для этого, так скажем, проекта. И подсчитали, самое удивительное, что цементно-бетонные дороги даже на этапе строительства дешевле асфальтобетона. Мы прикидывали примерно, что около... Даже на этапе строительства? Даже на этапе строительства. Но здесь же придется всю технологию пересматривать, а это новая техника абсолютно. Поверьте мне, подрядные организации, дорожные подрядные организации, очень быстро переключаются с одной техники на другой. Достаточно понимать объем государственного заказа, объем финансовых влияний в этот сектор производства, и все достаточно просто. Будут покупаться соответствующие оборудования. Точно так же, как сейчас активно покупается последние несколько лет оборудование для ремонта дорог в асфальтобетоне, точно так же будет покупаться оборудование для цементно-бетона. Хорошо, почему тогда мы не переходим на бетонные дороги? Что мешает? Наверное, все-таки старые дороги еще мешают. Так нужно демонтировать. Они есть? Ну, относительно. Здесь, я думаю, что комплекс проблем. Это соответствующие изменения в ГОСТ, соответствующие изменения в нормативы. Это недостаточное в том числе количество техники, как вы говорите. Проблема основная строительная и дорожная, ремонтная с цементными дорогами, то, что, по сути, если асфальтобетон можно ремонтировать под движением, что имеется в виду под движением? Вы когда ездили, наверное, по Одессарине или по какой-то другой дороге, то увидели, что на одной полосе работает, по другой полосе едут. Это называется ремонт под движением. Цементно-бетонными дорогами так нельзя. То есть цементно-бетонная дорога, она ремонтируется участками. Все полосы от до... Срезали и залили. Срезали, обустроили. Поэтому нужно будет, естественно, временные объезды, временные дороги. А я думаю, что не везде и не всегда это можно сделать. Хорошо. Допустим, такое популярное направление, как трасса, участок трассы Е-95, это интересующий нас отрезок Одесса-Киев, например. Совершенно четко видно, где заканчивается нормальное обслуживание дороги и начинается там халатное какое-то отношение. Вот на примере этого отрезка трассы, каким образом вообще возможно ее заменить на бетонную? Возможно ли это или стоит думать о том, что будет проложена еще одна альтернативная рядом дорога? Дело в том, что она у нас во многих местах четырехполосная. И как раз с этой дорогой и возможным ее капитальным ремонтом или реконструкцией в сементобетоне проблем, мне кажется, не возникнет. Потому что вы просто перекрываете одно направление и ремонтируете. Точно так же, как мы ремонтировали Краснознаменский подъем. То есть, если вы помните, в прошлом году сначала перекрывали одно направление и движение шло по левой полосе. А потом перекрывали, переходили на другое направление и делали там ремонт. Но это мы говорим все о перспективах. Давайте вернемся к сумме 37 миллиардов, 5 лет, 1400 километров дорог. Сколько на следующий год выделено денег на ремонт дорог? Ну, вы имеете в рамках госбюджета, пока еще ничего не выделено, пока есть проект государственного бюджета. Хорошо, сколько вы рассчитываете получить? Я не могу на этот вопрос ответить, потому что пока есть только проект, который утвержден на заседании Кабинета министров с общей суммой расходов на дороге 56 миллиардов гривен. Хотя эта сумма у меня тоже возникает. Это по всей Украине, правильно? По всей Украине, да. Это и дороги государственного, и местного значения. Но опять же, к этой сумме у меня есть определенные вопросы. Когда закладывались правила игры для государственного дорожного фонда, говорилось о том, что в 2018 году 50% от акций зайдет в дорожный фонд, потом в 2019 году 75% и начиная уже с 2020 года 100%. Государственный дорожный фонд 2018 года составляет 46 миллиардов гривен. Если к 46 миллиардам гривен добавить 25%, у меня никак не получается 56 миллиардов. У меня получается 69. Вы неправильно считаете, наверное. Я думаю, что да. У меня получается 69. И плюс, если в государственный бюджет закладывается темп роста экономики, если я не ошибаюсь, там, 3 с небольшим процентом, то к 69 миллиардам я бы еще добавил вот эти вот темп роста экономики. И курсовую разницу? У вас же поставляют, я думаю, с привязкой к доллару. Здесь вопрос не в курсовых разницах. Здесь вопрос в формировании изначальной суммы бюджета. И поэтому не совсем понятно, как 69 превратились в 56. И исходя из этого, я тем более не могу ответить на наш вопрос, сколько же на Одесскую область. Вот это самая главная проблема. Это проблема, о которой, кстати, говорил Максим Владимирович Степанов на заседании бюджетного комитета. О том, что, к сожалению, в Украине нет четких правил, нет четких формул, нет четких принципов, по которым распределяется Государственный дорожный фонд по областям, по дорогам и потом еще. Я не совсем понимаю, если неизвестно, сколько денег выделить, как можно вообще планировать какой-то ремонт дорог? Если вы не знаете, сколько будет денег. Это самый главный вопрос. Вот смотрите, мы начало этого года... Ведь проектные организации и участники тендерных, скажем так, баталий, они же тоже хотят рассчитывать на что-то. Они должны понимать, о какой цифре идет речь, сколько нужно инвестировать, например, в новую технику. Безусловно, вот эти вот все, вы задаете очень правильные вопросы. Это те вопросы, которые вынуждают. И, в общем-то, не то, что вынуждают, они говорят о том, что давайте уже переключаться от ручного управления финансовыми ресурсами, направленными на дорогу, для того, чтобы были четкие и прозрачные правила игры. Чтобы для того, чтобы можно было, область могла планировать, службы могли планировать, подрядчики могли планировать. Чтобы это была какая-то система все-таки организации работ дорожного хозяйства. А не так, в этом году мы даем 2 миллиарда на эту область, а на эту область мы даем там... Ну, кто как пролоббировал, что называется. Кто как пролоббировал, у кого глаза голубее. Ну, то есть, критерии должны быть объективные и четкие, они должны быть прописаны в законе. И должно быть, как минимум, среднесрочное планирование. Потому что именно среднесрочное планирование позволяет делать все те вещи, о чем вы говорите. Вы правильно понимаете, что сейчас нам даже очень трудно представить, сколько денег будет в следующем году на дороги выделены, и, соответственно, сколько дороги будет ремонтировано в Одесской области. Да, абсолютно вы правильно говорите. Пока что это так, все, вилами по воде писано. То есть, хотим сделать 1400 за 5 лет, но когда и как это будет делаться, непонятно. Оно и будет непонятно ровно до тех пор, пока не будет четких прозрачных правил игры. Ведь когда мы встречались в вашей студии в конце прошлого года, или в начале этого, я уже, честно говоря, запамятовал, мы говорили о том, что мы готовы сделать в этом году 352 километра дорог в Одесской области. Да, я помню этот разговор. К сожалению, мы на эту сумму никак не выходим в этом году. И дай бог, чтобы мы дошли до суммы 200 километров. Это вот опять же вследствие того, что... То есть, в этом году медленнее, чем в прошлом идет процент? Меньше. Не медленнее, а меньше. Причем абсолютно понятно почему. Потому что каких-то прямых строчек, в отличие от других областей, Одесская область не получила в бюджете. Нам сказали, ну вы же хорошо собираете таможенные платежи. Значит, основной источник финансирования наших ремонтных работ должны были быть таможенные платежи. Но, к сожалению, правило взымания вот этих таможенных платежей и погашения недобора другими областями за счет областей, которые перевыполнили план, приводит к тому, что Одесская область за 8 месяцев этого года собрала то ли миллиард пятьсот, то ли миллиард семьсот больше, чем план. То есть, по идее, около 700-800 миллионов мы должны были получить от таможни, а эта сумма составляет всего 200 миллионов на текущий момент. Максим Владимирович приводил очень показательный пример. Когда в июне мы перевыполнили план Одесская таможня на 400 с лишним миллионов, и мы должны были получить около двухсот, мы получили пять. Ну, опять это никуда. Давайте у нас не так много времени остается. И хотелось бы говорить об качестве дороги, которая нас интересует в этом сезоне. Модная это конкретно дорога Одесса-Рений. На последние сезоны в пять вводим. Ну, в этом сезоне особенно, потому что к ней действительно очень много вопросов по качеству, имеется в виду, люди интересуются. Пока что претензий нет. Первое, гарантийные сроки, еще раз давайте говорим, мы говорили о десяти или годах. И второе, система безопасности, такие как от перегруза и система безопасности от ДТП. Ну, ничего не поменялось в сроках гарантии. То есть, как было 10 лет, так и есть. Есть уже участки, которые уже третий год эксплуатируются, потому что уже третий год строительства этой дороги. Поэтому в этой части все в порядке. Что касается защиты от перегрузов, то здесь не все так радужно, как с ремонтом этой трассы. А в чем проблема? Ведь есть же весовые комплексы новые, их так помпезно презентовали. Проблемы старые. У Картанцбеспеки? У Картанцбеспеки новые проблемы старые. Пять весовых комплексов у Картанцбеспеки, рабочий один. Количество людей, сотрудников у Картанцбеспеки, которые могут обслуживать эти комплексы, не поменялось. У них же проблема с генераторами была, вы обещали подвезти. Мы подвезли генераторы, но вот людей мы не можем подвезти, понимаете, потому что это государственные служащие, у них специальный, так скажем, порядок набора и штат утвержден. То есть для меня, честно говоря, непонятно в этой связи вообще, как будет решаться эта проблема. Я озвучил это на бюджетном комитете о том, что хроническая недостача сотрудников, что нам нужно определиться, как мы все-таки будем контролировать весовые и иные параметры автомобилей, которые двигаются. Потому что так, как это происходит сейчас, это не работает. Это вот однозначно. А по какому принципу вообще останавливают машину? То есть инспектор видит грузовое автомобиль, он 100% восстанавливает? Датчик срабатывает. Или как-то визуально. Ну, здесь я не могу быть на 100% уверенным, потому что для этого нужно было поработать, поостанавливать. Но в теории как должно это происходить? Нет, так по инструкции. Как должно быть? По инструкции. По инструкции. У них выборочный контроль, хотя, на мой взгляд, он должен быть сутильным. То есть все грузовики, которые должны... Пока не привыкнут. Пока не привыкнут, естественно. Ну, тогда будут пробки, на самом деле. Ну, когда я разговаривал с одним из сотрудников Кортназбеки, он сказал, что так как он человек опытный, то он уже по ходу машины, по плавности ее хода определяет, загружена она или не загружена. Я не настолько хорош в определении на глаз, нужно проверять или нет. И считаю, что вообще все, что связано с тем, что определяется на глаз, на вкус, на цвет, в том, что поковырял в носу и решил, что вот здесь останавливаю, здесь не останавливаю, это все просто недопустимо. Должно быть все максимально автоматизировано, максимально исключен человеческий фактор, дабы потом не говорить. Я увидел, я не увидел, я досмотрел, я не досмотрел. А ведь система датчиков, которые встраиваются в дороги, когда определяется по ходу движения, перегруз. Есть такой проект, он сейчас будет реализовываться, или уже реализовывается, скорее, вокруг Киевской области. Шесть таких систем, Weight in Motion они называются, когда... Но, опять же, эта система, так как предлагается, она недоскональна, потому что после этого взвешивания, которое показывают автоматически, нужно провести еще контрольное взвешивание с участием, естественно, человека и контрольных весов. А вы не доверяете человеку? Я доверяю больше все-таки машинам. Вот этот момент, я забыл, как он называется, упредительного взвешивания до собственного контрольного пункта, где человек должен взвешивать только по сигналу датчика, который вмонтирован в полотно, там, в километре от него, например. Такая система будет запускаться? Эта система будет запускаться, но эта система достаточно дорогостоящая, с одной стороны. Во-вторых, не совсем понимаю, как она будет запускаться в рамках всей Украины, особенно касается этот дорог... Ну, хорошо, вот есть в дороге датчик. Все будут понимать, где эти датчики в дорогах находятся. Сейчас все знают, где находятся карманы с постами. Абсолютно верно, и будет точно так же объезжать. Здесь нужно говорить о том, что проблема должна решаться комплексом. Мы говорили о том, что, может быть, следует рассмотреть какой-то единый центр сбора информации касательно взвешивания, ведь каждый элеватор, каждый приемный пункт, они имеют весы. То есть, в приеме и выдаче всегда груза осуществляется через весы. Может, имеет смысл программным обеспечением эти все весы в общей сети, для того, чтобы просто, в принципе, вопрос перегруза не стоял, чтобы ни у кого не возникало соблазна загрузить или выгрузить больше или меньше, чем положено. То есть, выпущенный перегруз должен лежать на тех, кто, собственно, его выпускает. Безусловно, то есть, выпустили, отвечаете. Таможня, элеваторы, что там еще. Больше, на самом деле, у нас особенных таких нет. Олег, спасибо огромное. Надеемся на скорую дорогу и скорую встречу. Спасибо. Это у нас в начале дорога, а потом встреча. Я правильно, порядка. Олег Варивада, начальник службы автомобильных дорог в Одесской области, был нашим гостем. Далее новости от Ксении Терзи. После вернемся в студию, продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, им будет интересно. Далее новости от Ксении ТВ.